Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работает Сергей Уланов и Иша Киреева. И перед выпуском вы узнаете о главных событиях этого дня. Сроки уплаты отчислений и взносов Фонд медицинского страхования переносятся на год. В Казахстане продолжаются споры вокруг закона об обязательном социальном медицинском страховании. В Уральске начали бесплатно кормить бездомных. Ежедневно волонтеры объезжают места массового скопления лиц без определенного места жительства. Зеленовскому району исполнилось 77 лет. По этому поводу в районном центре Селепереметное состоялся ряд праздничных мероприятий. Сроки уплаты отчислений и взносов Фонд медицинского страхования переносятся на год. В Казахстане продолжаются споры вокруг закона об обязательном социальном медицинском страховании. Очередная волна обсуждения началась сегодня в Можелесе. Внедрение страховой медицины. Что получит страна и люди? Главная задача реформ в этой области связана с тем, что государство стремится сделать 100% граждан участниками системы здравоохранения. Подробности вы узнаете из специального репортажа наших столичных корреспондентов. Во всех развитых странах мира страховая медицина успешно работает уже десятки лет. Но в чем же плюсы для рядового казахстанца? Мы получаем возможность выбора медицинской организации. Причем выбирать мы будем между государственными и частными поликлиниками. Важный вопрос – цена страховки. Их размер составит 2% от зарплаты. В развитых странах эта цифра больше – в среднем 10%. Зато объем помощи не будет зависеть от того, что из-за разницы в зарплате один человек отчисляет фонд ежемесячно 5 тысяч, а другой 25 тысяч. Главное, что оба являются плательщиками. И при поступлении в больницу каждый из них сможет рассчитывать на одинаковый пакет услуг. В этом и заключается принцип социальной справедливости. А скорую медицинскую помощь будут продолжать оказывать бесплатно. Независимо, застрахован ты или нет. То есть она будет оплачиваться за счет государства. Но у предпринимателей, как известно, мало оптимизма. Бизнесмены признаются – они сейчас и без того борются с налоговым удушьем. Еще и на фоне кризиса. И 5%, которыми обяжут работодателей, могут сильно ударить по карману бизнеса. Причем об этом говорят богатейшие нефтяные компании страны. Сейчас, отчисляясь на добровольном медстраховании, 900 миллионов тенге на всех работников, и включая их членов семей. Вы знаете, наши нефтяники немногодетны, особенно на Западе. И данное страхование они охвачены. Но при ОСМС РД будет тратить 2 миллиарда 800 в год. И при этом в ОСМС пакет страхования будет намного меньше, чем ДМС. Вопрос. Здесь логично вытекает, что, естественно, многие компании будут вынуждены уйти от добровольного медстрахования. Вопрос. Какие льготы будут по ДМС? Предусматриваться, потому что нам сохранить ДМС очень важно с точки зрения социальной стабильности. Похоже, бизнес воспринимает это как налог. Но разработчики законопроекта объясняют, что работодателю не нужен больной работник. Ему нужен работник, который будет работать. Для этого лучше заниматься профилактикой. А ведь деньги фонда пойдут именно на первичную помощь. Вопросов нет. Пожалуйста, вы можете, исходя из социальной ответственности вашей, продолжать эту работу. Но вы обязательно должны участвовать, потому что все ваши работники, которые у вас работают, независимо от взноса, объема, значит, отчисления его, они должны будут получать тот объем медицинской помощи, в который он будет нуждаться. Как известно, государства, работодатели и работники должны будут перечислять взносы в фонд. При этом для детей, пенсионеров, многодетных матерей, других социально уязвимых категорий населения, всего 15 категорий, оплату медицинской страховки государство берет полностью на себя. Работодатели будут платить за наемных работников, а работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах, за себя. Он имеет право получить полностью, тем более это конституционное право на здоровье, которое мы должны обеспечить. То есть вот эта система обязательного медицинского страхования, ее самое главное, наверное, то, что человек, если начинает вносить какую-то оплату, пусть даже небольшую, да, он начинает это понимать, ценить, это очень важный элемент, который придет с обязательным медицинским, социальным медицинским страхованием. Получается, что взяв свою страховку, житель может пойти в любую частную клинику, к любому врачу, и за это не придется платить сразу, из собственного кошелька. За услуги клиники заплатит фонд. Тем более участника нет очередей, и работают узкие специалисты высокого профессионального уровня. Кстати, возможно и получение пакета услуг, включающего, например, зубное протезирование, и даже пластическую хирургию. Но для этого гражданину необходимо уже самостоятельно заключить дополнительный договор со страховой компанией. В общем, есть все основания надеяться, что через несколько лет мы все-таки сможем получить развитую медицину и не будем искать по блату хорошего врача. А главное, это не будет стоить нам огромных денег. За все заплатит наша страховка. Боржан Шайхмед, Ганизат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В Уральске сегодня был представлен 31 инновационный проект в рамках конкурса среди школьников и студентов Западно-Казахстанской области. Конкурс под названием «Инова-2016» представляет собой выставку и представление инновационных проектов, самостоятельно выполненных школьниками и студентами Западно-Казахстанской области. Подробности в сюжете. Целью ежегодного конкурса «Инова-2016» организованного ТО «Технопарк-алгоритм» при участии в Управлении образования Западно-Казахстанской области и поддержке ТО «РТ-Альянс» является стимулирование талантливых и одаренных молодых людей к развитию инноваций и внедрению новых предложений по улучшению благосостояния. И сегодня состоялся второй этап конкурса «Финал». Ранее были выбраны бассейн проектов в области инновации среди школьников, среди студентов. Сегодня проходит второй этап, финальный этап конкурса. Будут отбираться новые инновационные проекты в области робототехники, нефтегазовой отрасли, IT-технологии и в других сферах. Этот конкурс очень важен для нашего области, для региона, для развития популяции индустриального инновационного развития. Нам необходимы новые проекты для улучшения благосостояния, качества жизни не только региона, но и республики Казахстан. На конкурсе был представлен вот этот робот-агитатор, который с помощью встроенных динамиков на трех языках призывает население не мусорить на улицах. Также он способен на собственном примере показать, что за состоянием окружающей среды нужно следить и с помощью манипулятора может собирать малогабаритный мусор. Он может в автономном режиме, с пульта на 24 МГц, в автономном режиме там EV3-процессор и мотор, и датчик расстояния. Он когда едет по тротуару, видит бордюры, и к зигзагам едет по тротуару. Когда пешеход встречается, он останавливается, пешеход проходит, он дальше говорит и продолжает движение. Ну и мусор, конечно, в автономном режиме собирать он не может, поэтому у него поставили телефон мы сотовый, со второго телефона можем сидеть из дома и наблюдать за роботом, и наблюдать за прохожим. Он все снимает на онлайн-режиме, и если лежит мусор, он может с радиопульта манипулятором поднять мусор, положить себе в люк. По итогам конкурса ведущие проекты будут включаться в список казахстанского павильона «Экспо-2017». Также были отмечены победители в следующих номинациях – «Лучший школьный инновационный проект 2016 года» и «Лучший студенческий инновационный проект 2016 года», которым были вручены дипломы и призы. Сергей Уланов, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. В поселке Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области проводится капитальный ремонт средней школы. Деньги на ремонт объекта выделены по государственной программе «Дорожная карта занятости». Кроме этого, в населенном пункте идет ремонт одной из центральных улиц. Как сообщили в районном отделе образования, средняя школа номер один поселка Федоровка не видела ремонта больше 50 лет. За это время обветшало не только здание, но и пришло в негодность оборудование учебного заведения. На сходы граждан постоянно поднимался вопрос о проведении капитального ремонта. И вот в сентябре 2016 года работы были начаты. С республики выделено 182 миллиона. Из них на сегодняшний день выиграл Палатов Алден Агро на 160 миллионов тенге. В этой школе обучается 375 детей на сегодняшний день. Они размещены на сегодняшний день, где им можно, где им удобно учиться в разных местах, в трех местах. Это в отделе образования, это по туризму, это и по ЧАЭС их здание на сегодняшний день. Как отметили строители, первым они отремонтируют пришкольный интернат, где будут жить ученики, живущие в ближайших к райцентру селок. К ремонту привлечены 12 местных жителей через биржу труда. Я вот услышал, что здесь стройка начинается. Вот с этой транзайности направили меня сюда. Стройка уже неделю назад, как идет, сами видите. Работаем. Спасибо тому, что нашлись люди. Школу улучшаем. Также в поселке Федоровка начали приводить в порядок улицу Ленина. Строители отмечают, что уже в этом году дорога приобретет цивилизованный вид. Работы в начале октября уже, согласно договору, начались. На сегодняшний день произведена укладка асфальта на расстоянии 470 метров. Продолжается ямочный ремонт. Также идет устройство щеменогравийной полотна. Работа идет с опережением графика. Районные власти отметили, что у них уже имеется план на будущее по капитальному ремонту социальных объектов и строительству новых автодорог. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. Молочно-товарную ферму в Карагандинской области откроют до конца года. Проект стоимостью в полтора миллиарда тенге возводится в Карагандинской области за счет собственных средств ТОИНБЕК. Об этом в ходе к пресс-конференции в СЦК сообщил заместитель Акима Карагандинской области по вопросам сельского хозяйства Шагурашид Мамалинов. Он уточнил, что в настоящее время здесь установлено швейцарское оборудование. В скором времени будет завезен скот сементайской породы из Баварии. В настоящее время поголовье КРС в Карагандинской области, по данным Замакима, региона составляет 552 тысячи голов. Трое казахстанцев попали в эпицентр урагана Мэтью в штате Флорида в США. Как стало известно, все они являются студентами из Алматы, которые учатся в Нью-Йорке. Это два парня и одна девушка. Как рассказал один из них, со вчерашнего дня они находятся в аэропорту Майами. В МИД РК рекомендуют казахстанцам, оказавшимся в зоне стихии, обратиться за помощью в посольство РК в Вашингтоне. Сильнейший ураган Мэтью бушует в Карибском бассейне. Он стал самым мощным в Атлантике с 2007 года. Ему уже присвоена четвертая из пяти возможных категорий. Скорость ветра достигает 210 километров в час. В районах, которые будут затронуты стихийным бедствием, проживают около двух миллионов человек. Власти уже призвали покинуть людей, свои дома, поскольку им угрожает смертельная опасность. Бекасыла Абдрахманова, который выстрелил в прохожего, пытавшегося разнять драку, приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Напомним, в ночь на 15 мая текущего года возле ночного клуба в городе Аксай произошла драка между посетителями, который попытался разнять прохожий, в которого и выстрелил осужденный. Вину свою он не признал, отметив, что выстрелил случайно. Бекасыл Абдрахманов ранее уже был судим, однако судимость полностью погашена и на приговор не повлияла. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Приговор на суда специализированными журналистами по уголовным делам 6 октября Абдрахманов Бекасыл Жарасович признан виновным по статье 24, часть 3, часть 2, пункта 6, 9. Это покушение на убийство из хулиганских повреждений, способом опасным для жизни многих людей. По статье 106, часть 1, уголовного колоса, это причинение тяжких телесных повреждений. И статья 287, часть 3, это незаконное приобретение и ношение хранения оружия, огнестрельного оружия. В Уральске начали бесплатно кормить бездомных. Ежедневно волонтеры объезжают места массового скопления лиц без определенного места жительства. Людей обеспечивают горячим питанием, а также помогают добрым словом. Сегодня общественное объединение АКО ТАО приготовило для бездомных вот эту гречневую кашу, и еще к ней прилагается горячий чай. Сейчас мы попробуем. Да, вполне вкусная и полезная еда. Оказывать помощь бездомным в Уральске начали 6 лет назад. Был организован буфет на колесах. Волонтеры объезжают с десяток точек, где обычно наблюдается массовое скопление лиц без определенного места жительства. Одно из них – старое кладбище. Кормят хорошо. Все, что ты скажешь. Чай горячий, очень сладкий. Даже все девчата у нас говорят, что очень сладкий чай. Бек Исмагалиев занимается на кладбище попрошайничеством. В день получается собрать несколько сотен тенге. На машине подъезжают, нас кормят. Не обижают. Если что, ДП дают, добавку еще. Например, если подошел, например, голодный, дают. Чай горячий всегда. Все горячие. Каждый год погибает. Ну, если по насыщке, я знаю, то где-то 7-8-10 человек там погибает. От чего? От холода, от водки. Переохлаждение. Переохлаждение. Чей врать не будет, конечно. На улице опасная жизнь. Ну, там наркоманы там убивают. Пацаны молодые бьют там. Например, бутылками по башке дают, например. Еще одна точка – храм Христа Спасителя. Бездомные зарабатывают на хлеб, прося милостыню у прохожих. Когда холодно, они нам всем, ну, пищу приносят. В том году студенты нам носки привезли, рукавички. Дай Бог всем доброго и здоровья. Буфет на колесах начал работу с 3 октября. Кормить бездомных обещают ежедневно. В этом году, значит, у нас договор заключен на миллион 840 тысяч. Да? Какой срок? Вот, это срок вот с августа месяца по 31 декабря. Мы проводили уже, значит, несколько акций. Вот сейчас, и с 3 октября начали вот каждый день, будние дни, значит, вот машины у нас ездят, кормим. Тяжело сейчас их найти, а не мигрируют, да? Вот сегодня, на сегодняшний день, вот у нас 30 человек. Потому что, ну, наверное, только начался проект, да? Ну, а вообще, где-то вот мы каждый день, значит, готовим на 100 человек. Кроме горячего питания для бездомных будут организованы сбор теплой одежды и обуви. Роман Копняев, Айбула, Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. На сегодняшний день в Уральске и в области проходит большая работа по благоустройству территории. В том числе проводится работа по установке бордюров и укладке асфальтобекутонного покрытия во дворах многоэтажных домов. А в том числе двор дома, который расположен по адресу проспект Евразия-115, жильцы которого недовольны ходом работ. Подробности в сюжете. Жильцы дома, расположенного по адресу проспект Евразия-115, отмечают, что ремонт дворовой территории – это, конечно, хорошо. Но из-за установленных во дворе новых бордюров по новому проекту значительно уменьшилась территория для автотранспорта. Проблема вот чего. Вот раньше было вот здесь место, поворот, изгиб дороги во двор. Умещалось еще две машины. Теперь сделали красоту полукруг, который, даже если большая машина будет заезжать, она с задними колесами будет наезжать на бордюр. Это обязательно. Во-вторых, они взяли и сделали вот этот карман маленький. Ну, если машина встанет, только сейчас ставили, показывали, что если полностью все станут наши машины, то здесь невозможно будет проехать. Я вот у ребят, которые здесь вот этим занимаются, они говорят, мы частники. И вот мы делаем, говорят, так, как по плану. В принципе, я прекрасно понимаю, то, что вот здесь сделали, это нам как бы парковку дополнительную сделали. Но ее надо было чуть-чуть расширить. В жилищно-коммунальном хозяйстве отметили, что данные строительно-монтажной работы выполняются согласно утвержденной проектно-сметной документации, которая получила положительное заключение государственной экспертизы. Проблем с проездом транспорта после завершения строительного монтажа не будет, так как мы предусматриваем парковочные места напротив каждого дома. То есть это напротив по Евразии, Ярославской и Шерехе. То есть каждые жители могут парковаться у своего дома. Стоит отметить, что территория во дворе позволяет сделать парковочную площадку шире, так как это сделано возле дома, который расположен напротив, где стоящие машины на парковке не создают никаких препятствий для движения автотранспорта. Сергей Уланов, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42. Плодородные земли и необъятные просторы. Зеленовскому району исполнилось 77 лет. По этому поводу в районном центре села Переметное состоялся ряд праздничных мероприятий. Район граничит с тремя областями Российской Федерации, поэтому поздравить зеленовцев прибыли делегации Первомайского и Ташлинского районов Оренбургской области. На праздник сельчанам отправилась и наша съемочная группа. Раздольные поля и аккуратные улицы. За время становления центра Зеленовского района село Переметное перетерпело немало изменений. И сегодня это вполне самостоятельная административная единица. Поздравить зеленовцев собрались не только жители западно-казахстанской области, но и гости из Российской Федерации. Одной из первых делегация посетила среднеобразовательную школу имени Касыма Манжоуа. В честь праздника в школе объявили выходной и ученики смогли подготовить для гостей творческий подарок. В честь праздника также состоялась большая сельскохозяйственная ярмарка. В этом году в районе собрали небывавый урожай и сельхозтоваропроизводители с радостью представили дары земли. Капуста, морковь, картофель, перец и тыква – это далеко не все, чем богат зеленовский край. Сегодня идет уборка маслячных. Мы в этом году посеяли на 23 тысячи гектаров маслячных. Горчицу мы полторы тысячи убрали. По зерновым мы получили больше 207 тысяч тонн урожая. Это примерно составляет 65-66% общей вала области по зерновым. Участники праздника смогли насладиться и традиционными конными скачками. В них приняли участие все желающие. Победители стали обладателями ценных призов. За занятое первое место главный приз «Автомобиль» достался участникам из Мангистау. Мангисталская область Мне всегда приятно присутствовать у наших соседей, у зеленовцев на таких празднествах. Ну а что пожелать? Первого мира, здоровья, благополучия, достатка. И мы сегодня вместе с ними радуемся большому урожаю. В районе проживает 56,5 тысяч человек. Люди разной национальности и вероисповедания живут в мире и согласии. И в день рождения района желают ему дальнейшего процветания. Уважаемые жители Зеленовского района, от всей души поздравляем вас с таким прекрасным праздником. Желаем вам процветания, здоровья, успехов, чтобы все в вашей жизни было хорошо и чтобы наш район свел и процветал на радость всем нам. Также для гостей и жителей района состоялся большой праздничный концерт. Марина Горбук, Мохаммед Консултанов, Александр Грабурев, ТДК-42. В спортивном зале «Арман» прошел чемпионат Казахстана по волейболу среди людей с ограниченными возможностями. В Уральск съехались представители шести регионов страны. Как отметили организаторы соревнований, сейчас в Казахстане вырос статус параолимпийского движения. В соревнованиях приняли участие команды городов Жанаозен и Туркестан, Западно-Казахстанская, Кызылардинская, Актюбинская и Мангистауская областей. Совсем недавно в Уральске прошли соревнования по сидячему волейболу среди параолимпийцев. На этот раз спортсмены состязались в волейболе стоя. Три года мы были чемпионами, в прошлом году мы проиграли. И за Казахстанцем в Туркестане, наверное, стены помогли. Вот сейчас пятый чемпионат, здесь мы у них 3-1 выиграли сегодня. Остались четвертый раз чемпионами Республики Казахстана. В Уральске недавно открылся спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями. Спортсмены занимаются арморестлингом, волейболом, шахматами, плаванием и другими видами спорта. Мы уже развиваем, имеем классический вид спорта, это среди инвалидов, это пример другим спорту, который мы уже захватываем паралимпийцу, захватываем не только паралимпийский вид спорта, а олимпийский. В Казахстане с каждым годом увеличивается количество соревнований для людей с ограниченными возможностями. Чемпионат Республики Казахстана, соревнования прошли на высшем уровне, собралось 6 команд и чемпионом лучшие были города Актау, спортсмены. Победу в чемпионате одержала команда Актау, на втором месте южноказахстанцы и на третьем сборной Актюбинской области. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабрев, ТДК-42. В Уральске царствует бабье лето. В этом году она запоздала и многие считают, что это наступила золотая осень. Горожане радуются теплому осеннему солнышку, который светит днем. Однако в вечернее время в регионе уже ощущается приход прохладного времени года. Синоптики отмечают, что уже совсем скоро погода переменится. Кстати, самый теплый день 7 октября был отмечен в 1994 году. Это 25 градусов тепла. А в 1958 году зафиксирован температурный рекорд в 7 градусов мороза. Завтра по Олстей в городе без осадков 9 октября местами ожидается дождь. Ветер юго-восточный 9-14, местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночи 7-12, местами 15. Днем 15-20, местами 23 тепла. 9 октября 12-17, местами 20 градусов тепла будет. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте www.tdk42.kz. Всего вам доброго и удачных выходных! Предлагаем вашему вниманию прогноз погоды на 8 октября. Уральск плюс 19, плюс 10. Октау плюс 22, плюс 15. В октябре днем плюс 17, ночью плюс 7. Атырау плюс 21, плюс 13. Кокшитау плюс 6, минус 3, облачно. Костанай плюс 3, 0 градусов. Казаларда плюс 15, плюс 7. Павлодар днем плюс 11, ночью плюс 6, дождь. Петропавловск плюс 5, минус 3, облачно. В Талдыкурган плюс 11, плюс 3. В Таразе днем плюс 16, ночью плюс 5. Усть-Каменогорск минус 2, 0 градусов, снег. Караганда днем плюс 10, ночью плюс 2. Шимкен плюс 23, плюс 13. В Алматы днем плюс 14, ночью плюс 5. В столице республики Астане плюс 7, минус 1, дождь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова